Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы каждый раз на занятиях включаем только электрический обогреватель, который по возможности, может быть, ну чуть-чуть, разве что, сделает теплее воздух. Подогрели интерес к творчеству. Дом культуры Гайкадзора подключили к автономному теплоснабжению. Я планирую сюда долго ходить, потому что мне здесь очень нравится, и я довольно-таки рада, что попала сюда. Когда досуг не только с интересом, но и пользой. Теперь молодежь в станице Гостогаевской будет проводить время в клубе, но не ночном, а в каком, расскажем. Быстрее, выше, сильнее. Спортивная школа «Виктория» подводит итоги больших достижений и готовится к новым победам. Свыше 77 тысяч литров суррогатного алкоголя изъяла полиция Анапы за 11 месяцев 2017 года. Наложено штрафов на сумму 1 миллион 238 тысяч рублей. Эта работа, безусловно, важна, но надо искать причины зла, не допускать производства и завоза на территорию фальсификата. Об этом говорил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае. Губернатор Краснодарского края требует. В работу по противодействию незаконному обороту фальсифицированной алкогольной продукции должна включиться каждая служба. И тогда не надо будет говорить о выявленных тоннах суррогата. Надо не допускать его появления на прилавках магазинов. Больше других этому злу подвержены курортные территории. В Анапе усилия объединили полиция и администрация. В ежедневном режиме работают мобильные группы. Начиная с 2013 года из оборота изъято 604 тысячи литров левого алкоголя. Но с каждым сезоном он вновь отравляет жизнь курортной Анапе. Но сегодня все равно мы говорим о том, что тема эта процветает. Значит здесь должны работать все. Потому что Андрей Анатольевич будет приезжать забирать у него каждый день по 150 литров, оштрафовать его и так далее. У нас есть и КУМИ, и Роспотребнадзор, все. Просто нужно правильно готовиться к этому курортному сезону. Лицензии на реализацию алкоголя на курорте имеют 594 объекта потребительской сферы. Главный анапский полицейский предлагает тщательнее контролировать их деятельность. Вопрос остается по торговым точкам, которые имеют лицензии на торговлю алкоголем. И зачастую такой же алкоголь, который продается без лицензии, тот же самый мы видим в этих же торговых точках. Опять сзади эти краники, опять там эти усилители вкуса, все. Но это не алкоголь, контрафакт, честно. Надо изымать и ставить вопрос о лишении лицензии. Проблемным, причем в масштабах всей Кубани, остается вопрос с хранением и уничтожением фальсификата. Глава Анапы ставит задачу – сформировать свои предложения и выйти с инициативой на край, а на местном уровне усилить работу мобильных групп. Заместитель главы Анапы Эдуард Балмашев видит решение в укреплении состава таких групп, например, специалистами Роспотребнадзора. Сегодня у нас законодательство, только они могут на 90 суток приостановить деятельность объекта. Вот мы попросим их помощи в этом вопросе, чтобы при выходе на объекты, если объект нарушил законодательство по алкоголю, значит будем как-то пробовать приостанавливать деятельность объекта. До курортного сезона есть время на то, чтобы найти реальные методы борьбы с нарушителями закона. Вопросы по распределению малышей в детские сады и контроль за качеством услуг в частных садиках обсудили в городской администрации на комиссии по укомплектованию детских дошкольных учреждений. На сегодняшний день в Анапе и Анапском районе 42 детских сада посещают 8 933 ребенка. В этом году путевки получили 4503 человека. Около 1000 малышей пошли в группы кратковременного пребывания. Сегодня на комиссии приняли решение по заявлениям еще 83 человек. Удовлетворить абсолютно все обращения пока не представляется возможным. На сегодняшний день в очереди стоит 1488 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это не считая малышей до 3 лет. Проблема нехватки мест в детских садах острая по всей стране. В Анапе она обусловлена в том числе высокой миграцией и увеличением рождаемости. Однако ситуацию намерено менять. Наша боль – это, конечно, нехватка детских садов. У нас есть определенная перспектива 2018 года. Но для того, чтобы все это эффективно было сделано, нужна очень хорошая, слаженная и качественная подготовительная работа. То есть наша комиссия по комплектованию – это только верхушка того азберга, который мы с вами все вместе делаем. Это наша ежедневная работа. К тому же сейчас мы должны провести работу по зачислению детишек помладше. Об этом говорит наш президент. И здесь тоже у нас очень большой пласт работы. С 2013 года в Анапе дополнительно введено более 2000 мест. Продолжается строительство детского сада в Алексеевке на 160 мест. Еще 80 до старленок после реконструкции. Также планируется строительство еще как минимум двух детских садов в третьем микрорайоне по адресу Ленина 191А на 280 мест и на 140 в Хуторе Воскресенский. Еще одна альтернатива – частные детские сады. Екатерина Боровская считает, их деятельность должна быть прозрачна, а контроль за качеством услуг таким же пристальным, как и в муниципальных садах. По организации работы частных дошкольных учреждений пройдет отдельное совещание, на которое пригласят руководители детских садов и представители профильных структур. Задать вопрос главе Анапы. Телерадиокомпания «Анапа-регион» готовит передачу с участием мэра города-курорта Юрия Полякова. У каждого есть возможность получить ответ на свой вопрос из первых уст. Для этого нужно кликнуть на почтовый ящик на сайте anaparegion.ru и заполнив форму, задать свой вопрос или внести предложение. Письма принимаются до конца недели. В Доме культуры Силага и Кадзор запустили собственный газовый теплопункт. До этого помещение отапливали от котельной соседнего детского сада, поэтому мощности часто не хватало. Теперь, когда ДК работает автономно, сотрудники и артисты могут ни на что не отвлекаясь, полностью погрузиться в творческую деятельность. Новенькая газовая труба на сельском доме культуры. Она ведет в современную котельную. Это дистанционный пульт управления, с помощью которого диспетчер, находясь в Анапе, может узнать, увидеть и понять, какая проблема или поломка произошла у нас здесь на котельной. Заведующее хозяйством показывает автоматику. Если пропадет электричество, то специалисты не допустят замерзания системы отопления. Необходимую мощность рассчитали газовики, исходя из общей площади здания и возможных температурных минимумов. До этого тепло брали с котельной соседнего детского сада. Были дни, когда ее мощности едва хватало на два объекта, причем в приоритете был детский сад. Этой весной в городском управлении культуры решили, что автономность необходима. В двух десятках кружков и клубов по интересам здесь занимаются около 600 селян. Общая стоимость проекта, начиная с подвода газа, заканчивая монтажом системы, порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. Деньги выделили из муниципального бюджета. Проектирование началось уже в мае текущего года. Лето и осень для всей администрации Дома культуры, начиная с директора, выдалось горячим. Ничего легкого, вот так вот прям на готове, да, вот мы захотели и нам все быстренько сделали. Естественно, ничего такого не бывает. Но благодаря стараниям Марины Борисовны, начальника управления культуры, главе Гайкадзорской администрации Артура Владимировича Маркаряна, все двигалось в очень таких быстрыми темпами. Новый год, новый год. Елена Кулакова преподает вокал в Гайкадзоре около 6 лет, примерно треть от общего стажа. Только что новую систему отопления запустили на полную мощность, чтобы помещения прогрелись необходимо время, и этого момента здесь ждали с нетерпением. Мы каждый раз на занятиях включаем только электрический обогреватель, который по возможности, может быть, ну чуть-чуть разве что, сделает теплее воздух. Сегодня в Доме культуры полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Детей и младших классов, а также воспитанников детских садов будут ждать на утренниках. Также продолжается масштабный ремонт в Доме культуры села Юровка. Участники творческих коллективов пока занимаются в местной библиотеке и актовом зале школы, и с нетерпением ждут возможности опробовать новую сцену. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Больше 1 миллиарда рублей потратят на строительство транспортной развязки под Анапой. Модернизация дорожной сети, которая связана с запуском моста через Керченский пролив, повысит безопасность и увеличит пропускную способность магистралей. Работы в районе села Джигенко уже идут полным ходом. Здесь строится первая из дорожных развязок, которые появятся на территории муниципального образования. Всего их будет 5. Окончание проекта запланировано на 2020 год. В него включено строительство объездной дороги из станицы Анапской до поселка Виноградный. В итоге транзитный поток, в том числе грузовой, частично отделят от транспортного сообщения внутри муниципалитета. Получим повышение безопасности дорожного движения. Это в первую очередь. Вторая очередь – это повышение комфортности для водителей. Потому что увеличится и пропускная способность дороги, соответственно, и снится нагрузка на водителей. То есть более комфортные условия будут обеспечены. Ну и, соответственно, инвест-привлекательность региона повысится. В станице Гастагаевской после капитального ремонта двери для местной молодежи распахнул клуб по интересам «Бригантином». Реконструкция в общей сложности заняла полтора месяца. И вот станичная молодежь опять вернулась в свои творческие мастерские. «Бригантина» является одним из старейших клубов муниципального образования. Он был открыт в 2002 году для организации досуговой занятости подростков и молодежи на территории Гастагаевского сельского округа. За годы помещение пришло в упадок и было принято решение о его капитальном ремонте. Огромное спасибо администрации, потому что произвести капитальный ремонт помещения – это очень дорогостоящее. Естественно, что это огромное спасибо Юрию Федоровичу Полякову, Екатерине Бетровне Боровской, исполняющей обязанности сейчас заместителя главы, которую предложили массу сил, энергии, чтобы этот ремонт притворить в жизнь. Таких клубов по месту жительства в сельских округах у нас сейчас работает 17 клубов. Мы, конечно, планируем дальнейшее расширение, потому что вот эта досуговая занятость, она высоко востребована в настоящий период, чтобы отвлекать детей от улицы, от подвалов, предоставлять им возможность реализовывать себя в каких-то творческих моментах, интеллектуальных играх. На торжественном открытии обновленного клуба представители городской и сельской администрации, казаки и молодежь. За годы работы из его стен вышли более 300 воспитанников. Многие из них приводят в клуб уже своих детей. Помещение у вас обновленное, чистое, красивое, хорошее. Есть, по-моему, где заниматься. Жить и развиваться. Я вас искренне поздравляю. Мы вам будем помогать во всем, стараться все больше и больше, чтобы у вас клуб развивался. После торжественного перерезания красной ленты гости познакомились с основными направлениями работы, которые предлагает это образовательное учреждение. В данный момент его посещают более 80 человек. И каждый может здесь найти занятия по своим интересам. У нас есть несколько направлений. Самые основные направления – это патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, экологическое воспитание, добровольческое движение. Это вот о том, о чем я говорила, это волонтеры. Также у нас есть творческое воспитание. Это организация досуга детей. Занимаемся спортом. У нас очень много спортивных мероприятий. Особенно этого события ждали сами участники клуба. Теперь зимними вечерами можно будет по-настоящему интересно организовать свой досуг. На самом деле собираться в парке было очень скучно. А вот когда открылась Бригантина, у нас очень много масштабных мероприятий, интересные настольные игры. Мы очень рады этому. В предыдущем помещении было некомфортно, потому что было не особо приятно даже. А по будущему я планирую сюда долго ходить, потому что мне здесь очень нравится. И я довольно-таки рада, что попала сюда. Участники клуба уже приступили к подготовке к Новому году. Они своими руками мастерят подарки для пожилого населения Станицы. Ребята признаются, впереди еще много планов и идей. И теперь для их качественной реализации есть все условия. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Анапа заняла первое место в списке самых комфортных городов России. Рейтинг составил один из популярных интернет-порталов по продаже недвижимости. По мнению жителей и гостей курорта, она появляется самым безопасным, чистым и удобным для проживания городом. Респонденты отметили развитую инфраструктуру, качество работы коммунальных служб, экологию, доброжелательность людей, охрану правопорядка, большое количество спортивных и детских площадок. На втором месте Грозный. Замыкает тройку лидеров Дубна. Всего в рейтинг вошли 250 городов. Спортивная школа «Виктория» подводит итоги года. 2017-й стал урожайным на победы. Только за ноябрь спортсмены добавили в общую копилку курорта полтора десятка наград краевого и всероссийского уровней. Сегодня школа располагает самой современной спортивной базой, что является залогом больших достижений. Синхронное плавание Софья Мелека занимается этим видом плавания уже много лет и на первенстве Краснодарского края, который проходил в ноябре, завоевала три золотых медали, оставив позади сильнейших синхронисток Кубани. Я добилась таких результатов, потому что у нас, во-первых, другая школа, не такая, как в Краснодаре, мне кажется, намного сильнее. Но в Краснодаре очень много тоже хороших спортсменок, но мы лучшие. В классическом плавании анапские спортсменки также одни из лучших. На краевых соревнованиях, посвященных памяти заслуженного тренера Анатолия Раздончинцева, Александра Бокова и София Гоман показали лучшие результаты на дистанции 400 и 800 метров. Как считают сами плавчихи, это стало возможным благодаря упорным тренировкам. Мы плыли по 12 км в день, 10-12, по две тренировки в день. На отделении спортивная гимнастика тоже есть свои чемпионы. Людмила Рощина – восходящая звезда. Несмотря на юный возраст, она уже имеет второй взрослый разряд. Я маленькая когда была, я была очень, ну, лазила по деревьям, по трубам лазила. И меня мама решила отдать на гимнастику. Сейчас гимнастка вместе с тренером находится в Брянске на соревнованиях «Олимпийские надежды», где выступают лучшие гимнастки России и ее возраста. У этого ребенка данные от природы. Она очень гибкая, очень подвижная, очень сильная и выносливая. Плюс двухразовые тренировки в день. Ребенок работает, можно сказать, изо всех сил. И у нее огромное желание. Она очень хочет заниматься этим видом спорта. Ей нравится. Если ребенку нравится, это самое главное. Огромных успехов в этом году достигла и волейбольная команда Виктории под руководством Марины Смоглюк. Последняя победа была одержана в Кисловодске на чемпионате по Южному федеральному округу. Анапские волейболистки вышли в финал и одержали уверенную победу над командой из Ростова. Первое место заняли, потому что команда очень сплоченная и мы рвались в свои цели. Сейчас команда волейболистов готовится к полуфиналу чемпионата России, который пройдет 7 и 8 января в Волгограде. За прошедший год в общей сложности спортсмены Виктории завоевали более 500 медалей на краевых и всероссийских соревнованиях. Впрочем, на достигнутом здесь останавливаться не намерены. Год закончился, сейчас подводим итоги, формируем сборные команды, потому что следующий год это спартакиада молодежи Кубани. Это основное для города, для края. И дальнейшее участие у волейболистов это полуфинал первенства России, куда они вышли с первым показателем. Гимнастика – это подготовка тоже к первенству края, к чемпионату края. Плавание также в январе уже будет первенство чемпионат края. Ну и волейбол начинаются опять предварительные соревнования краевые с отбором в финал. Победы анапских спортсменов были бы невозможными без соответствующей тренировочной базы. Сегодня в Виктории созданы все условия для занятий спортом. И это не только новый современный бассейн, оборудованные площадки и снаряды, но и сильный тренерский состав. А значит есть все для того, чтобы в следующем году стать кузницей чемпионов не только всероссийского, но и мирового уровня. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает привычные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.